Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Довольно давно заметила некий интерес к моей персоне на работе, работаемой менеджером. Но поначалу не было ничего с его стороны, он мне показался самовлюбленным, и я не обращал на него внимания, не думал о нем. Но через какое-то время заметила интерес ко мне и тоже думала про себя, я себе придумала, наверное, или приходил он с девочкой пару раз, подумала, что точно не мой вариант. Парень всегда приходил ко мне в хорошем настроении, на работу, улыбался, взгляд пристальный в глаза, немного смущался, один раз уходя, обернулся несколько секунд, смотрел на меня, но никаких действий не было с его стороны. Решительных. Но я как на работе вела себя как полагается, с ним, может, немного заигрывала. И вот произошел момент, под конец рабочего дня, пришел ко мне в очках солнцезащитных и предложил мне составить ему компанию, прокатиться в загород с ним после работы или встретиться на следующий день. Я отказался от этих предложений. Мы немного поговорили, и когда он зашел и подошел ко мне, у меня стало встречаться сердце, у меня такого не было, я не настолько зажатый, веду себя с парнями легко. Тут я чего-то испугался или неожиданно его появление сыграло роль. Имени моего он не спросил даже, его имя я знаю. И он особо не расстроился, ему кто-то позвонил, и он улыбается, попрощался со мной и ушел. Вот так просто на нет и сюда нет. И тут я стала больше о нем думать после этой ситуации, теперь даже переключиться не могу ни на кого, мне снится, я хожу какая-то окрыленная, на меня стали парни оглядываться, и понять не могу, я это себе придумал или правда произошла между нами химия. Как можно выкинуть мысли в голове об этом человеке? Пробовал отвлечься, и снова он на горизонте появлялся, и опять понакатанный. Смотрите, здесь, на мой взгляд, ситуация состоит из двух основных аспектов. А может быть даже и трех. Первое, то, что вы хотите отношений, и то, что вы ведете себя с парнями легко, как вы говорите, это хорошо, здорово, но то, что вы хотите отношений, это правда. Вы хотите отношений, но вы не очень понимаете, как их строить, очевидно. Вот. Может быть, у вас был опыт негативный. Может быть, вы более боитесь, ну, собственно, это одно и то же, я полагаю, да? Вот. Либо просто, в принципе, изначально вы вот как-то боитесь строить отношения. Тут нужно смотреть. Смотреть и ну, исследовать эту историю. Потому что вот пока что, я бы сказал, ну, не совсем, как бы, понятно, о чем идет речь и так далее. Это первый аспект. То, что вы хотите отношений. Второй аспект, это то, что вы боитесь близости. То есть, вы-то общаетесь легко, с парнями. Это правда, что вы общаетесь легко. Но, легко общаться с парнями и иметь с кем-то близкие доверительные отношения, даже не обязательно романтические. совсем не то же самое. Вот, совсем не то же самое. Понимаете, да? То есть, как бы, есть разница. и разница довольно серьезная. И вот, именно близости, как раз, с мужчинами, или, может быть, даже с людьми в целом, вы, вот, как раз-таки, выстраивать, как-то, вот, не можете. Как-то, вот, у вас это, ну, не получается. Я бы так сказал. Вот. Судя по тому, что вы описываете. Судя по вашему описанию. То есть, вы боитесь близости. Близость, близость, для вас, это, вот, что-то такое. Что-то такое. Может быть, это что-то такое непонятное, неизведанное. Может быть, это что-то, опять же, угрожающее. Вот. Может быть, это, что-то еще. Вот. Не хотелось бы здесь, ну, условно говоря, гадать. Да? Вот. То есть, именно, именно, вот, ну, додумывать, додумывать не хотелось бы за вас. Потому что, все-таки, у вас может быть ситуация, ну, своя у вас, может быть, ситуация особенная. То есть, вы боитесь близости. Опасаетесь ее, как-то, вот, может быть, не знаете, как себя в этой близости вести, и так далее. И, следующий момент. Последний момент. это то, что, когда вы отказались от предложения молодого человека, кстати, вот, тоже, на мой взгляд, довольно интересный аспект, из-за чего вы отказались. Ну, то есть, вот, какие у вас мотивы-то были отказаться, вот, предложение мужчины. какие-то, какие-то, наверное, причины у вас были, чтобы отказаться, вот. Только что это за причины, вот, ну, то вот в данном случае пока что, я бы сказал, не ясно. Но, когда вы отказались, да, тут же у вас появилась такая вот своего рода навязчивая идея. Вот. И стали вы все время про него думать. То есть, отказ является оборотной стороной чего-то, что вы очень хотите. Вот. и это точно на вас не может не влиять, как мне кажется. На мой взгляд, это даже влияет. И влияет, ну, достаточно сильно. Как мне кажется. Вот. Скорее всего, вы соприкасаетесь здесь, ну, или соприкасаетесь, или соприкоснулись с чем-то для себя очень важным. Но, с чем конкретно важным вы соприкоснулись здесь, вы не, вы не знаете. Вот. не отдаёте себе в этом отчёт. Получается. А это и есть. Это происходит с вами. Это, что называется, влияет на вас, и влияет на вас это, это, довольно серьезно, как мы можем, как мы можем видеть, судя по тому, что вы описываете, судя по тому, что вы говорите. Вот. то есть, как мне кажется, довольно-таки неспроста. Вы говорите о том, что вы не зажатая. То есть, подобные мысли о том, что вы можете быть зажатой, они вам, ну, по-видимому, приходили. Вот. И если зажатости не ощущаются на таком, может быть, официальном или тотальном уровне, то зажатость может присутствовать на более тонких моментах, где вы просто просто-напросто этого не замечаете. Ну, вот, просто не замечаете этого и все. Вот. Такой аспект может быть. И мне кажется, что эта зажатость по многим причинам может возникать, да? То есть, зажатость может возникать в том числе из-за вашей некой стыдливости. Зажатость может возникать по-ряду других причин. Например, она может быть связана с тем, что вы, допустим, ну, вот, самовлюбленных людей, да, например, ну, сразу-сразу от себя несколько отстраняете вот, самовлюбленных людей. Почему? Потому что, наверное, вам вот кажется, что самовлюбленный человек, он будет думать только о себе. Вот. Это правда, что самовлюбленный человек может думать только о себе, но также он может думать и о вас. За счет того, что он умеет думать о себе. Вот. Но вам возможно, я не знаю, это сейчас больше из области предположений, вам, наверное, кажется, что думать, ну, что самовлюбленность это плохо. Вот. Я не знаю, я не говорю, что я прям вот сейчас сто процентов прав, вот, ни в коем случае. Просто как бы в данном случае я представляю некоторые гипотезы, вот, которые могут быть как чем-то правдивым и подходящим для вас, например, как чем-то неправдивым и для вас неподходящим. Вот. то есть тут есть вот разные варианты, на которые вам нужно как мне кажется обратить свое внимание. В чем проявляется ваша такая вот может быть стыдливость и зажатость? по большому счету в том, как мне кажется, в чем она может проявляться, это стыдливость и зажатость, в том, что вы много фантазируете, то есть вы уходите в фантазии, да, вы уходите в фантазии, вы уходите в фантазии, в мечты. Это бывает, как правило, тогда, когда человек не очень себя проявляет в реальном мире. В реальном мире, там, с реальными людьми и так далее. Понимаете, понимаете, как бы, ну вот, так вот, косвенно, несколько, косвенно, свидетельствует вот о том, что вы можете быть зажат, что вы можете себе чего-то не позволять. А ваша свобода, ну, то, что вы, то, что вы называете свободой, например. Это больше история такая наигранная для вида своего рода механизм защиты. Вот. Что неплохо, совсем не обязательно, что это плохо. Вот, неплохо, то, что вы, там, ну, можете позволить позволить себе быть вот, ну, более, 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 более свободной, да, неплохо это. Ну, просто вы этим процессом можете не управлять. а управлять этим процессом, ну, как-то, все-таки, наверное, желательно. Вот. Потому, что в противном случае вы становитесь заложницей своего собственного поведения. поведения, вот. А я не думаю, что это, ну, вот, как-то, вот, то, чего вы хотите. Вот. По крайней мере, так мне кажется. И то, что как вам кажется, вы могли бы себе придумать, вот, то, что вы можете себе придумать. Это следствие того, что вы вот, ну, так или иначе боитесь выражать, боитесь отреагировать, боитесь как-то вот это сделать, ну, скажем так, реально. Да? вот, и все. Иногда про таких людей могут говорить, что они, ну, как бы, в мечтах живут. вот, живут в мечтах, живут в фантазиях, вот, ну, могут говорить так вот про таких людей. Это хорошо, когда фантазии используются, ну, там, для, ну, для творчества, например. Это хорошо. а в данном случае, к сожалению, вот, есть такая большая, как мне кажется, вероятность того, что вы только остаетесь в фантазиях и, ну, достаточно редко переходите на, ну, на другой, на другой уровень, вот, а другой уровень, он тоже, нет, необходим. Понимаете, понимаете, да? Вот, поэтому такая вот в какой-то степени многоплановость вашей ситуации требует своего внимания, требует своей проработки, как мне кажется, вот, и требует того, чтобы это было, ну, вот, как-то вот, ну, систематизировано, вот, сейчас это, в данном случае, сейчас это не систематизировано никак у вас, вот. так вот, дальше, значит, вы говорите о том, что не можете выкинуть человека из главы и все время о нем думать. Вот, вам бы, здесь, себя бы спросить, а я чего, чего хочу, когда, вот, ну, взаимодействую, когда взаимодействую с мужчиной, когда думаю о нем, я в каком ключе про нем думаю, я чего хочу, что мне нужно-то, ведь, то, что, то, что вы, вот так, реагируете на, например, не ваш вариант, как вы это, ну, как вы это называете, да, что это, вот, не ваш вариант, то, что вы реагируете на, значит, то, что, решительных действий от мужчины нет, вот эта вся история, да, она про что? Про ваши потребности, какую-то, про вашу нуждаемость, в чем-то, вот, то есть, здесь, задача, постараться увидеть, чего же я хочу-то, все-таки, чего же мне нужно-то, все-таки, в чем я нуждаюсь, все-таки, и вполне может так оказаться, что, вот, поскольку вы, ну, обладаете, скажем так, некоторыми особенностями, да, вполне может так оказаться, что хотите вы какой-то защиты, хотите вы чего-то такого, знаете, да, но не говорите об этом, ведете себя, ведете себя вы, совершенно, не так, ведете себя вы, по-другому, ведете вы себя, так, что, вот, ну, никто бы, там, никогда, не подумал бы, о том, что, вам, что-то такое нужно, ведете вы себя, так, что никто бы никогда, даже, не допустил, бы, мысли о том, что вы, ну, вот, в чем-то таком нуждаетесь, ну, то есть вы об этом, как будто бы, и не даете даже никому понять, вы надеетесь, ну, возможно, вы надеетесь, что, об этом догадаются, те, кто, вас окружат, вот, но, сами вы об этом не говорите, не говорите, это может быть, а, проблемой, вот, потому что, люди, особенно, мужчины, до чего-то догадываются, весьма и весьма трудно, неохотно, вот, потому что это всегда рождает определенные толки, это всегда рождает определенные разночтения и так далее, и в какой-то степени вы сами оказываетесь, вот, вы, ну, в такой вот, похожей, немного, ловушке, понимаете, что вы ставите себя в ситуацию, когда должны догадываться, вот, вы ставите себя в такую позицию, когда вы должны пытаться там, ну, грубо говоря, прочитать, что вот у вас, например, химия там, и, или вы это себе все придумали. Вы говорите, когда писали о том, что, ну, например, что мужчина вот так вот просто взял, да, и ушел, типа, ну, нет и нет, да, то есть, как бы, на нет и окна, на нет и окна, на нет и окна, всегда нет, вынужден. Вот, как будто бы, такая надежда, как бы, и разочарование в этом возникло. Типа, вы-то ожидали, что, ну, что вы для него, то вот, может быть, более важны, заигрывал с ним, оказалось, что нет, понимаете, при этом, как бы, что вы делали, для того, чтобы быть для него, более важно, что вы делали для этого, вы скажете, заигрывал с ним, возможно, и как заигрывание с мужчиной, ну, как бы, вот, повлияет, так скажем, на его восприятие вас, каким образом, повлияет, как, это отразит то, что вы хотите, вообще, как это отразит ваши, например, ценности, вообще, понимаете, да, какая история, вот, и, об этом тоже, постарайтесь, по духу, на этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи.